Последние события говорят о том, что Беларусь из состояния нейтрального, а скорее неопределенности в противостоянии между РФ и Украиной и более того между РФ и Западом, окончательно сделала свой выбор и согласилась на аннексию. Вернее, согласился на нее Лукашенко, поскольку особого выбора после августа прошлого года у него не осталось, при этом свои шансы он растерял самостоятельно и показал, что в общем он мог имитировать самостоятельную игру лишь тогда, когда ему это позволяли. Кремль разыграл не очень сложную и хорошо читаемую партию дестабилизации ситуации в Беларуси и обострил до такой степени, когда сам Лука уже не мог ею управлять и впал в истерику, бегая по улицам с автоматом и сыном наперевес. Именно в тот момент он понял, что если ему станет совсем плохо, то он даже в Ростов не сможет смыться. Более того, ему смываться вообще некуда. Белорусское общество так и не сумело выдвинуть своих лидеров протеста, а выбрало себе вождем сначала смердящего Газпромом Баба Рика, а потом вариант Б Кремля – Тихановскую. А это значит, что при любом раскладе Лука и его выводок мгновенно отправились бы на нары, но не за то, что ему ставили в вину протестующие, а за нервы, которые он так долго делал Путину. В тюрьме его бы напоили правильным чаем и сегодня уже и забыли. У него осталось два варианта остаться в живых. Первый – куда-то смыться. Но куда? Это он себя считает генералиссимусом, а на Западе он числится полупокером, причем с кровавым следом. А так как инициатором раскачки ситуации была Москва, то и в Ростов дорога закрыта тоже, ибо там принимают верных, хоть и бестолковых, вассалов Путина. Ну а второй вариант – придушить протесты, сам он осуществить не мог. В какой-то момент было понятно, что правоохранительные органы дрогнули, да и Лука это почувствовал. Тут срабатывает эффект больших чисел. Как только полиция начала бы переходить на сторону восставших целыми подразделениями, то костяшки домино стали бы рушиться по нарастающей. И тогда надо приглашать чужих нукеров, чтобы они трамбовали протест без рефлексии. А где их взять, кроме как в РФ? Негде. Вот и пришлось идти на поклон к Путину, но теперь уже на его условиях полной аннексии. Путину надо показать себя собирателем земель, но не войной. Очередная драка может стоить слишком дорого. Лука купил возможность избежать дырок в своей шкуре, заплатив своей страной. Самым позорным является только первый шаг. Потом пациент переступает через это и даже начинает проявлять инициативу, часто забегая вперед, куда хозяин еще не решался ступить. То же самое и с Лукой. Теперь он предлагает Путину ускорить процесс аннексии и в первую очередь за счет военного сотрудничества больше козырей не осталось. И вот стало известно, что на этой неделе Лукашенко вышел с инициативой перед Путиным о том, что БРФ разместила на территории Беларуси свои военные самолеты с целью совместного патрулирования. Только не совсем понятно, кого они там собрались перехватывать. Кроме РФ, белорусская земля никого не интересует. Лет шесть назад Путин просил разместить свои самолеты на авиабазах Беларуси. Тогда Лука отказал. А теперь сам предлагает, хотя об этом не просили. То же касается и других войск. Северное стратегическое направление для нас стало окончательно враждебным. Уже нет Беларуси, есть Белоруссия, которая готова стать частью РФ со всеми вытекающими. Но с другой стороны, внесена полная ясность. А в таком деле лучше открытый враг, чем что-то вроде вот этого вот всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин